Гоша Гачевар? Опять наклепал? Что-то я сейчас так задумался, вот вроде бы в GTA 4, так же как и в GTA 2, вообще во всех GTA были самые разнообразные персонажи. Персонажи всех ориентаций, персонажи всех рас национальностей и так далее. А вот действительно, а вот если какая-нибудь появится в GTA 6 со временем, то наверное появятся действительно какие-нибудь аниме, ну, в те анимешники были из-за взрыва. Фури не было, что хорошо на самом деле. Бац, мы так едем в машине, а с нами, короче, вместо вот этого Фаустина сидит, короче, какой-нибудь там, ну, чувак в костюме Фури. Впрочем, в большинстве своем, все те Фури, которых я видел в интернете, это не те люди, с которыми я стал бы общаться. Это примерно даже, ну, это вот, чтобы вы понимали, Фури это вот примерно то же самое, что на уровне фандома Undertale, где там рисуют Сансу и Папирусу какие-то светящиеся пенисы, как не трутся имя друг от друга. Вот примерно то же самое и тут. Я понимаю то, что может быть с одной стороны интересно рисовать каких-то звереподобных персонажей, но когда люди начинают себя представлять таким, типа, каким бы я был животным, если бы был Фури. И все, и дальше там начинается идти дальше, 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 дальше. Допустим, я там был бы собак, и было бы классно, если бы меня там кто-то, ну, вот так вот, и так далее. Или я кого-то. Так а люди не животные. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду, не докапывайся до слов. Вообще, вроде Фури антропоморфных животных, мемострадей, но я в этом не особо разбираюсь, но просто сам факт, если человек представляет себя, не знаю, в виде волка, или я, в виде птицы, или коня, или лошади, представляет, как его в этом виде ебут, или он кого-то ебет, то это не тот человек, с которым, допустим, я бы, наверное, завел какой-нибудь разговор. Просто монстротянки их, как бы, много видов, и часть них логично может относиться к худам. Я не понимаю, что это, как это, между подростками. Не, как бы, а, не, ну, хотя я понимаю, что это между подростками, но я не это имел в виду, допустим, а хотя я хуй знаю. Я просто, в принципе, никогда какой-то интерес подобного контента не воспринимал, так что я особо не знаю, что хуже или лучше, но мне кажется, наверное, это одно и то же. А как насчет таких мультиков в Зверополисе и Робин Гуд, хотя это и вправду мерзко. Нет, в Зверополисе это прикольный мультик, как бы, со смыслом, даже достаточно приятный для просмотра. Но проблема в том, когда начинают дрочить на крольчиху, это, ну, такое. По-моему, сейчас любитель Оглов опроизнает в чате и начнет состоящее из вращения. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Не, ну Оглов, как бы, еще... Воспринимать комиксы Оглов Это комиксы Ну, Оглов же называется Как контент для мастурбации Но это чисто идиотизм Комиксы Оглов были смешны, по крайней мере Там юмор был Пошлый, с писюнами и так далее Но он был реально смешной Но если реально есть люди, которые на эти комиксы дрочили Ну давайте дальше Есть, наверное, люди, которые дрочили на электриклитарт Да, ну какой-то большой